Как правило, 90% времени работы в Lightroom приходится на работу в модулях Library и Develop, то есть с сортировкой, каталогизацией, отбором и обработкой фотографий. Для того, чтобы перейти в модуль Develop, можно нажать комбинацию клавиш Ctrl-Alt-2, либо нажать клавишу D. Сейчас не выбрано ни одной фотографии. Для того, чтобы нам начать работать, нужно выбрать какую-либо фотографию. К примеру, выберем вот эту. Интерфейс модуля Develop состоит из следующих компонентов. Первое – это панель Навигатор. Здесь можно перемещаться по изображению. Например, вот таким образом я могу выделить на панели Навигатор некоторый участок, и он будет показан в рабочем окне 100%. Я могу передвигать этот участок в окне Навигатор, либо для навигации по изображению можно пользоваться инструментом Рука. При повторном клике размеры изображения возвращаются к исходному. Кроме того, в панели Навигатор отображаются изменения, которые происходят при применении пресетов. Насчет пресетов у нас будет отдельный урок, и я расскажу, как правильно ими пользоваться. Вот смотрите, если я навожу курсор на какой-либо пресет, в окне Навигатора я могу просмотреть предварительный результат его применения. Давайте пока скроем панель Навигатор и посмотрим, какие здесь еще есть вкладки. Но вкладку пресет мы уже с вами разобрали немножко. Вкладка Snapshots. Snapshots – это снимки. Если мы выполнили какие-либо изменения, например, у этого изображения явно недостаточная экспозиция, поэтому я слегка прибавляю ее. И для того, чтобы мне сохранить данный вариант, я нажимаю вот сюда, Create Snapshot, либо можно нажать комбинацию Ctrl-N. В модуле Develop она создает новый снимок. Обратите внимание, что разные клавиатурные комбинации в разных модулях имеют различные назначения. Ctrl-N. У меня создается новый снимок. Можно назвать его, к примеру, Exposure Plus 1. Нажимая Create или Enter, и у меня создается данный снимок. Теперь, если я сброшу параметры изображения на исходные и кликну на снимок, у меня восстановятся параметры, которые я применял. Это удобнее, чем пользоваться палитрой История и искать там данный шаг. То есть, данные конкретные параметры я могу заложить в снимок и затем в любой момент вернуться к ним, то есть откатиться назад. Правая панель по функциям полностью аналогична модулю Adobe Camera Raw. Но здесь более удобный интерфейс. В чем это выражается? Здесь можно сбрасывать параметры по отдельности. Например, я сделал что-то вот в этом блоке тоновой коррекции. И для того, чтобы мне сбросить все настройки, я просто нажимаю клавишу Alt и вот эта надпись Tone превращается в Reset Tone. Я кликаю по этой надписи и у меня сбрасываются настройки только вот этого блока. К примеру, если я сделал какие-то настройки вот здесь, так, ну сейчас я немножко прибавлю экспозиции, то я могу сбросить их также с помощью клавиши Alt, но только вот этот блок. То есть блок Tone не затронется. Аналогично и в других вкладках и блоках. Этот принцип работает везде. Кроме того, можно включать и отключать отдельные функции. Например, я сделаю Split Toning. Забегу немножко вперед. Сделаю в тенях холодноватый оттенок. К примеру, вот такой. Прибавлю насыщенности. Вот видите, изображение стало смотреться уже совсем по-другому. И для того, чтобы посмотреть отдельно только этот эффект, я пользуюсь вот этим переключателем. В Camera Raw такого сделать, к сожалению, нельзя. Я могу отключить несколько эффектов и таким образом увидеть, как действует каждый из них или как они действуют в совокупности. Например, мне нужно увидеть, как будет выглядеть изображение, если я выключу воздействие каких-то двух эффектов или трех, или одного. Все это позволяет сделать вот эта правая панель. В Camera Raw такой возможности нет. Итак, я включаю вот эту вкладочку Split Toning и теперь могу сбросить параметры. Нажимаю клавишу Alt и сбрасываю только тени. Если бы у меня здесь были еще настройки какие-то в светах, то я бы их не затронул. То есть интерфейс Adobe Photoshop Lightroom в отношении обработки обладает гораздо большей гибкостью, чем аналогичный интерфейс Adobe Camera Raw. Теперь давайте разберем основные операции, которые производятся при обработке. Давайте я сброшу все настройки. Как видите, это изображение немного недоэкспонировано. И кроме того, здесь можно предположить излишне теплый оттенок. Но для того, чтобы окончательно сделать выводы, правильный этот цвет или неправильный, нужно привести к норме прежде всего экспозицию. Потому что яркость, яркостная составляющая оказывает влияние на наше цветовое восприятие. Вот сейчас мы здесь видим коричневатый цвет, а если я прибавлю, он превратится уже в оранжевый. То есть достоверно судить о цвете можно только при какой-то нормированной яркости. Для того, чтобы сбросить один ползунок, нужно дважды кликнуть по нему. Вот таким образом. Итак, сначала я приведу яркость к нормальной. Для этого я передвигаю регулятор до тех пор, пока изображение не будет смотреться более-менее нормально. То есть делаю все на глаз. На пересветы я здесь не смотрю. Треугольничек не светится, значит все нормально. Затем нужно настроить баланс белого. Можно взять пипетку и кликнуть по какой-либо нейтральной области. Например, вот сюда. Вот видите, излишне теплый оттенок ушел. Теперь можно окончательно подрегулировать экспозицию и дальше работать с этим изображением. Впоследствии мы, конечно, можем изменить баланс белого, то есть сделать его несколько теплее, если это входит в нашу задумку. Но исходно лучше начинать работать с изображением, которое приведено уже к нормальным цветам по балансу белого. А затем уже вводить какие-то дополнительные корректировки на свой вкус. И вот этот вариант с нормальным балансом белого желательно сохранить в снимок. Давайте сделаем это. Ctrl-N. Набираю здесь VB-Norm. Баланс белого нормальный. Create. Вот с этим изображением мы можем сравнивать наши другие различные обработки. То есть таким образом, сделав несколько снимков, мы затем можем выбрать какой-то вариант, на его основе уже применить эти настройки ко всей серии изображений. Давайте проверим теперь теневые области. Кликнем на вот этот треугольничек. Немножко есть провалы, но не критично. Но тем не менее, тени, на мой взгляд, слишком глубоки. Для того, чтобы нам немножко вытянуть детали из теней, используется регулятор Shadows. Можно двигать ползунки как с помощью мышки, так и с помощью клавиш. Например, нажатие клавиши Shift и стрелка вправо или стрелка вверх приводит к смещению регулятора на плюс 20 единиц. Я сейчас хочу поднять тени на плюс 40. Вот смотрите, мы сейчас подвинули тени на плюс 40. В палитре История можно посмотреть, как у нас было до, вот у нас предыдущий шаг, и как стало после. То есть мы немного вытянули детали из теневых областей. Давайте закроем палитру История и продолжим. Точку черного обычно немного опускают. Также наводим курсор, нажимая Shift, стрелка вниз, и регулятор Blacks уходит влево на минус 20 единиц. Таким образом мы подняли контраст в теневых областях. Если у нас появились провалы в тенях, удерживаем клавишу Alt и сдвигаем немного регулятор обратно. Небольшие провалы вполне допустимы и не критичны. Но изображение мне хотелось бы сделать вот в этой области немного потемнее. Как быть? Если я буду уменьшать общую экспозицию, у меня уменьшится яркость и в менее освещенных областях. Хотя здесь имеет смысл немного ее уменьшить. Примерно вот так до 0.8. Но вот эта часть все равно чрезмерно яркая. Для этого используются инструменты локальной коррекции. В частности можно использовать инструмент Graduated Filter M. Нажимаю клавишу M. Здесь можно регулировать большое количество параметров. Давайте сейчас сбросим. Дважды кликаю на этой надписи Effect. И если у меня были здесь какие-то настройки, например вот такие всякие разные, то двойной клик на надписи Effect сразу сбрасывает все настройки в 0. Это очень удобно. Теперь я создаю градиент. Для начала это можно сделать произвольно. Например на минус 1. Теперь зажимаю и удерживаю клавишу Shift и протягиваю градиент вот таким образом. Градиент получается с мягкой границей. И вот эта область плавно затемняется. Для того, чтобы показать или скрыть наложение вот этого инструмента я нажимаю клавишу H или H, кому как удобно называть. И затем могу посмотреть с помощью вот этого переключателя как было и как стало. Как видите мы здесь уменьшили вот такой локальный засвет. И изображение стало выглядеть более равномерно экспонированным. Это же можно сделать инструментом Adjustment Brush, корректирующая кисть. Он отличается от градиента тем, что работает как кисть. То есть данным инструментом можно рисовать произвольные области, а не пользоваться только линейным градиентом. Давайте вернемся на вкладку Basic. Для того, чтобы быстро вернуться, нужно выйти из этого инструмента Adjustment Brush, нажав клавишу K, и мы попадем на вкладку Basic. Для быстрого переключения между вкладками можно использовать следующий трюк. Нажимаем клавишу Ctrl-1, у нас открывается вкладка Basic. Ctrl-2, вкладка Тоновая кривая. И так далее. Вплоть до Ctrl-8. Ctrl-8 это вкладка Camera Calibration, последняя. Нажимаю Ctrl-1 и возвращаюсь на вкладку Basic. Теперь, после манипуляции с градиентом, у нас немного снизился контраст изображения. Для работы с контрастом используются вот эти вот регуляторы. Highlights, Shadows, Whites и Blacks. В данном случае нам нужно немножко поднять контраст в светлых областях. Если мы наводим курсор на какой-то параметр, у нас подсвечивается соответствующая область на гистограмме, за которую данный параметр отвечает. Как мы видим, параметр Whites отвечает за самый крайний участок гистограммы в светлых тонах. Параметр Highlights за участок немного ниже. И для того, чтобы нам повысить контраст в светах, нужно соответственно регулятор Highlights сдвинуть немного влево, а регулятор Whites немного вправо. Тогда у нас явно проступит объем и изображение станет более контрастным, но только в светлых тонах. Контраст в тенях регулируется вот этими регуляторами Shadows и Blacks. Но здесь наоборот. Чтобы поднять контраст в тенях, нужно точку черного Blacks опустить, то есть сдвинуть ее в минус, а точку теней поднять, то есть теневые области немножко вытянуть. Это аналогично действию с тоновой кривой. Но здесь немного другой алгоритм, и поэтому результаты будут отличаться. Также можно добавить немножко Clarity, четкость, но не переусердствовать, примерно до плюс 15. Давайте теперь сравним, какая у нас получилась картинка. Для этого нажимаем клавишу обратный слэш. Вот такой картинка была. Как видите, она имела явный посторонний оттенок. И вот такой она стала. Теперь можно продолжить. Закончив с балансом белого и с тоновым диапазоном, можно приступить к дальнейшим действиям. Например, выполнить акцент с помощью виньетки и произвести тонировку. Для того, чтобы сделать виньетку, можно поступить двумя способами. Либо перейти на вкладку Lens Correction, Manual, и здесь добавить виньетку. Вот таким образом. Видите, края изображения при этом затемняются, и акцент производится на центре кадра. Либо можно поступить другим способом, он более гибкий. Это перейти на вкладку Effects и здесь сдвинуть влево регулятор Amount в блоке Post Crop Vignetting. Это также даст нам небольшое затемнение краев. Теперь я хочу немножко здесь разогнать цвета. То есть тени увести в более холодный, а цвета в более теплый оттенок. Это обширное поле деятельности и ограничено оно только вашими вкусовыми пристрастиями. Для этого можно использовать разные способы. Например, тоновую кривую. Дело в том, что в Adobe Photoshop Lightroom 4 в тоновой кривой можно работать с каждым каналом по отдельности. То есть с каналами Red, Green и Blue можно работать отдельно. Для того, чтобы нам добавить в тени холодный оттенок, мы приподнимаем вот эту точку, точку канала Blue. Точку канала Red можно немножко сдвинуть вот сюда. Видите, тени у нас приобрели более холодный оттенок, а в цветах мы дадим более теплый. Перейдем на канал Blue. Немножко здесь опустим вот эту точку. Можно также действовать следующим образом. Изгибать кривую так, как нам нужно. Это такой творческий и довольно неспешный процесс. Также можем прибавить немножко красного. Поработаем также чуть-чуть с зеленым каналом. И у нас получится вот такой эффект кросс-процесса. Для того, чтобы посмотреть, что было и что стало, воспользуемся вот этим переключателем. Обычно после такой доводки приходится возвращаться на вкладку Basic и работать еще и с тоновыми диапазонами. Например, здесь оказалось ошибочным решением увеличить контраст в светлых тонах, потому как здесь появился большой разбег цветов. Поэтому я его как раз немного снижаю и добавляю значение Exposure. Вот так цвет становится более равномерным. Для того, чтобы выполнить другую цветовую стилизацию, можно воспользоваться вкладкой Split Toning. Сбросим значение кривых. Для этого перейдем на вкладку Tone Curve. И для того, чтобы сбросить значение кривой, выберем значение Liner, линейное. Изображение у нас стало исходного цвета. Теперь перейдем на вкладку Split Toning. Здесь можно в тенях добавить холодный оттенок. Например, вот такой. Для того, чтобы явственно видеть оттенок, нужно держать клавишу Alt, когда двигаете регулятор. Затем добавляем насыщенность. Регулируем баланс, так чтобы эффект приходился только на затемненные области. А затем можно добавить другой оттенок на светлые области. Например, вот такой. У нас получается вот такая цветовая стилизация. В тенях можно побольше дать холодного оттенка. Вот так. И баланс можно немножко сдвинуть, чтобы холодный оттенок заиграл на кирпичной стене. Вот так. Теперь можно посмотреть, что было и что стало. Стилизованное изображение, как правило, выглядит поинтереснее. Затем можно добавить еще виньетку, если это необходимо. И немножко во вкладке Basic еще добавить четкости. Так как изображение такое мрачное, то добавление четкости Clarity локального контраста в средних тонах еще больше подчеркнет эту мрачность. Итак, это был первый пример обработки фотографии в модуле Develop. Давайте мы вот эту обработку сохраним. То есть создадим новый снимок Ctrl-N и назовем вариант 1. Нажимаем Create. Вот у нас создался данный снимок. Теперь мы можем перейти в модуль Library, скопировать данные настройки обработки. Сделать это можно с помощью меню Photo, Develop Settings, Copy Settings. Либо нажать комбинацию клавиш Ctrl-Shift-C. Желательно эту комбинацию запомнить. Нажимаю Ctrl-Shift-C. Выбираю, какие настройки нужно скопировать. В данном случае я копирую все настройки. Нажимаю Copy. Теперь перехожу в коллекцию. Выбираю коллекцию. Нажимаю комбинацию Ctrl-A. И нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-Shift-V, чтобы вставить настройки во все выбранные изображения. Либо можно воспользоваться меню Photo, Develop Settings, Paste Settings. Обратите внимание, мы получили целую серию фотографий. А в коллекции может быть не 4, а 40 или 400 фотографий, обработанную в едином стиле. Причем мы обработали всего одну фотографию. Затем скопировали настройки и просто применили их в одно клавиатурное сокращение ко всей серии, которая у нас помещена в коллекцию. Теперь мы можем просмотреть каждую фотографию, то есть каждую виртуальную копию в режиме Loop. Нажимаю клавишу E. Вот первая обработанная фотография. Вот вторая. Вот третья. И вот четвертая. Как видите, вся серия обработана в едином ключе и выглядит так, как будто она снята на одну пленку, если сравнивать с пленочной фотографией. Если необходима какая-то небольшая доработка, например, вот здесь можно чуть-чуть снизить экспозицию, мне не нужно переходить в модуль Develop. Я могу воспользоваться вот этой вкладочкой Quick Develop и, например, слегка, чуть-чуть подстроить экспозицию. Например, на одну треть стопа ее уменьшить, нажав вот на эту клавишу. То есть все очень просто. Перехожу к следующей фотографии. Также слегка уменьшаю экспозицию. И здесь тоже, чтобы сделать немного потемнее. Вот таким образом я уже доработал серию фотографий. И они выглядят абсолютно одинаково. Для других коллекций можно также создать свою обработку и применить ее. Например, давайте вернемся в модуль Develop. К примеру, выберем наш нормальный вариант. Вот этот с нормальным балансом белого. Но здесь можно также слегка уменьшить экспозицию. Вернемся в модуль Library. Копирую настройки из этого изображения. Shift-Ctrl-C. Перехожу во вторую коллекцию. Выделяю все фотографии. Shift-Ctrl-V. И обработка уже будет совершенно другой. Теперь смотрите. В этой коллекции у нас одна обработка серии. А в первой коллекции совершенно другая. Можно еще сделать и третий вариант обработки. Давайте выберем исходные фотографии. Вот, например, давайте выберем вот эту фотографию. Перейдем в модуль Develop. Нажмем клавишу D. И сделаем ее черно-белой. Пусть это будет третья версия обработки. Для начала можно попробовать некоторые пресеты для черно-белой обработки. Вот здесь Lightroom. Есть встроенные пресеты. Вот меня устроит какой-нибудь контрастный. Давайте переберем. Прибавим немного экспозицию. К сожалению, вот эти встроенные пресеты Lightroom, они написаны абсолютно безграмотно. Это минус разработчикам. И они сбрасывают все параметры. Хотя могли бы сделать так, чтобы можно было синхронизировать их по отдельности. Также я здесь немножко добавлю виньетку. Перейду на вкладку Lens Correction. И сделаю вот так. Немного затемню края, чтобы акцентировать внимание на центре. Теперь перехожу в модуль Library. Копирую настройки. Shift-Ctrl-C. Нажимаю Enter. Перехожу в третью коллекцию. Так, а еще одной коллекции с данными фотографиями у меня нет. Но ничего, мы сейчас создадим еще одну коллекцию. Ctrl-A. И назовем ее Black and White. BV. Create. Вот наша коллекция Black and White. Выделяю все фотографии. Ctrl-A. Shift-Ctrl-V. И все. Теперь у меня получилось три серии в различной обработке. Вот эта серия в черно-белой обработке. Можно просмотреть в режиме Loop. Следующая коллекция в стиле Cross-Process. И, наконец, следующая коллекция. Это просто нормальный баланс белого, без всякой обработки. Вот мы получили быстро три варианта различной обработки одних и тех же фотографий. В следующем уроке, на примере, мы разберем, как обрабатываются фотографии с повышенным уровнем шума и как создаются пресеты. Итак, до встречи на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok